Слушайте внимательно, здесь время отлика 0,5 миллисекунды, частота до 240 Гц, понятное дело TN-матрица, в нем Full HD разрешение, стоит он примерно от 42 до 52 тысяч рублей, это Gigabyte Aorus KD25F, монитор с множеством функций, то есть реально ты платишь деньги, и ты получаешь очень клевое устройство. Давайте про все поподробнее расскажу. Поехали! Основываясь на предыдущих обзорах, я так понял, вам не достает прям технической информации. Окей, будем тестировать этот монитор. Итак, Gigabyte представила монитор Aorus KD25F, но сам производитель его называет тактическим монитором. Он создан для любителей стрелялок от первого лица. Основой монитора служит матовая жидкокристаллическая панель TN, размером 2.4.5 дюйма, и разрешение Full HD 1920x1080 пикселей. Экран с подсветкой здесь WLED, он охватывает 100% цветового пространства sRGB. Ну окей, погнали дальше по техническим характеристикам. Яркость экрана здесь 14 кандал на квадратный метр. Контраст 1000 к 1, подставка выполнена из металла, соответственно, есть пластмассовые части. Плюс у нас подставка умеет подсоединяться к монитору посредством вот этих коннекторов, и можно подсвечивать не только монитор сзади, но и саму подставку. Плюс, ну здесь 9 зон, которые можно настроить именно по подсветке. Там дыхание, пульс, статичные, ну как всегда вы любите. Фронтайная панелька, минимальные рамки по бокам сверху, снизу, конечно, рамка есть, и, кстати, монитор можно повесить на вес крепления, то есть, если мы подставку не будем использовать. А с подставкой это, на самом деле, крутой монитор, потому что он поворачивается, ну, понятное дело, во все стороны, регулируется по высоте, вы сейчас сами видите на экране. И плюс можно сделать портретный режим, чтобы, ну, например, там, не знаю, читать комментарии. На передней панели будет одно название Orus, и светодиод беленький, его, соответственно, можно в меню и выключить. У монитора есть два входа HDMI 2.0, один дисплейпорт 1.2, соответственно, по нему мы можем получить 240 Гц, два порта USB 3.0, ну, соответственно, один приходящий, и плюс через этот порт можно заряжать регустер, там 5 вольт, 1.5 ампера. Есть плюс разъем под наушники, блок питания встроенный, и клавиша выключения есть. Значит, в мониторе у нас есть шумоподавление, если мы подключаем, а мы должны подключать именно микрофон, ну, точнее, игровую гарнитуру именно к разъему в мониторе. Мы получаем шумоподавление. Давайте посмотрим, как он у меня разместился на рабочем столе. Мне кажется, очень удачно подогнанные обои живые с Дартом Вейдером. Вау! Круто! Я обожаю свой рабочий стол. Так, ну ладно, всё, разобрались. Обои поменяли, сделали, какие мы хотим. Отлично. Вторым делом я, конечно, регулирую по высоте. То, что мне нужно, стоит у меня на подставке, которая идёт в комплекте. А если ты хочешь избавиться вообще от проводов, можно повесить на стену, на крепление, пожалуйста, и все провода спрятать. Главные фишки – это время реакции пикселя. Здесь заявлено равное 0,5 миллисекунды. Чё происходит вообще? Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц. Офигеть! Конечно, разницу между 60 и 144 Гц заметить вообще можно невооружённым взглядом. Даже, ну, это видно по системе. Разницу 144, там, 165 и 240. Я, честно, изображение, конечно, да, оно плавное, оно чёткое. Но, как бы, мой глаз, наверное, это особо не ощущает. То есть, да, круто, у тебя монитор работает на трушных 240 Гц. И, в любом случае, более высокая частота обновления, ну, она приводит к более чёткому. Ну, и к плавному изображению. Именно вот максимальная частота обновления, которую мы можем здесь использовать, ну, она вот зависит от внутренних характеристик именно монитора. Но, кстати, в основном более дешёвые мониторы, но они поддерживают, ну, более низкие частоты в обновлении. Это вы сами понимаете. Управление происходит при помощи пятипозиционного джойстика. Он находится посередине, за светодиодом. Очень удобное управление. Интуитивно понятное. Меню всё на русском. И здесь тебя ждёт просто до хрена настроек. То есть, соответственно, режим изображения, который можешь настроить под себя. Плюс есть предустановленные. Их можно поменять. Плюс три ещё создать самому. Но все стандартные вот настройки, как я сейчас использую, показываю вам. Ярко здесь у нас на нуле. Потому что, чтобы не пересвечивать при записи на видеокамеру. Вот, к примеру, режим Aorus, который там есть стандартный. Он очень яркий. И, к сожалению, не могу вам полноценно его записать на камеру. Подсветка регулируется при помощи программки RGB Fusion. Здесь мы можем задать либо просто статичный цвет, либо пульсацию, вспышку, двойную вспышку. И самое прикольное, это цветовой круг. Пожалуйста. Подсвечивается сам сокол. Подсвечивается его крылья. Подсвечивается ещё подставка по бокам. Ну, чтобы всё это реально выглядело красиво в сетапе. Что по дизайну? Это сокол. Он свои использует такие мощные крылья, чтобы парить в небесах и схватывать свою добычу. Это, типа, на такой плюс-минус перевод с сайта. Короче, Aorus черпает своё вдохновение в аэродинамических крыльях сокола. Провёл, конечно, несколько тестов. Сейчас я вам их покажу. Здесь у нас затемнение частичное, градиенты, чёрный круг, белый круг. Сейчас я вам всё покажу. Давайте музыку, что ли, поставим. Субтитры подогнал «Симон»! Что я вам скажу непосредственно про игру на этом мониторе? Ну, Battlefield 5 я, соответственно, решил протестировать на Full HD разрешении. 200, там, по-моему, 39 Гц. Конечно, 240 Гц. И игра, конечно, шикарно себя показывает. Ну, предлагаю вам насладиться самим посмотреть пример геймплея на этом мониторе. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Плюс есть такая фишка повышения разрешения, там зернистость увеличивается, вот сейчас это хорошо видно на примере игрушки. Я на самом деле что-то попробовал, мне эта штука не очень понравилась, я решил оставить на нуре. Кстати, напомню вам, что там FPS и Гц это вообще не одно и то же. FPS это кадры, которые отображает матрица, а второе, то есть Гц, это количество поступающих на неё сигналов в секунду. Есть ли вообще смысл включать здесь 240 Гц? Ну, конечно, есть. Это в любом случае сильнее уменьшает шлейфы и промахи именно в цвете. Ну, конечно, вот прямо на сегодняшний день, ну, система, которая тебе может в играх выдать, например, там, Full HD 240 кадров в хорошей игре, но стоит будет просто овер до хрена. Угл обзора здесь довольно-таки хороший, по горизонтали он равен 170 градусов, по вертикали 160, но сейчас сами можете видеть, соответственно, примеры. Поперемещаю камеру, посмотрите сверху, снизу, слева, справа, как видно. Значит, по фишкам пробежимся здесь, есть Aorus AIM Stabilizer. Эта фишка уменьшает размытость изображения, ну, и позволяет игрокам сохранить, там, исключительную такую чёткость в игре. Также здесь можно найти, называется Dashboard, показывает всю твою информацию по системе, рабочую температуру, загруженность процессора, работа вентиляторов и так далее. Есть Black Equalizer, нам позволяет повышать контрастность и улучшить видимость именно тёмной сцены без переэкспонирования яркой области. И вот поэтому в игре именно чёрный эквалайзер будет углублять детали тёмной части, ну, не затрагивая при этом другие области дисплея. На практике ещё позволяет хорошо видеть врагов в, ну, там, в темноте. Есть целая менюшка Game Assist, там нам есть в помощь таймер, если мы играем в какую-то важную игру. Есть счётчик, к примеру, чтобы, там, посчитать, я не знаю, запас патронов у соперника. Есть Crosshair, ну, соответственно, дополнительный прицел, который можно забацать, если, к примеру, в игре он не поддерживается, либо чтобы его сделать побольше. И плюс есть такая фишка, как выравнивание дисплея. Ну, плюс там, если ты ставишь несколько мониторов, вот, можно легко настроить такой мультидисплей. Есть фишка OSD Sidekick называется, можно запрограммировать, к примеру, твою мышку, клатуру тоже от Aorus, и будет тебе давать информацию об играх прям подсветочкой. Конечно, поддерживается Picture-in-Picture и Picture-by-Picture. Я смогу дать вот такую вставочку именно с техническими характеристиками, возможно, кому-то будет полезно. Я думаю, что достаточно, если что, поставили на паузу, посмотрели. Окончательно, что могу сказать? Конечно, монитор получился по техническим характеристикам оверкрутой. Да, здесь Full HD, TN 0.5, 240 и цена соответствующая. Дизайн прикольный, подсветочка есть. По игрушкам вообще претензий нет. Углы обзора, кстати, для TN-матрицы здесь прям, ну, даже очень хорошие. Ну, пример вы видели. Бывает, монитор на TN-ы прям похуже. Монитором остался доволен, понравилось. Могу вам оставить ссылку в описании на официальный сайт, можете перейти, посмотреть, почитать. Ну, а с вами был Илья, до новых встреч, пока, увидимся, подписывайтесь, комментируйте и ставьте оценки. Пока!